Капичане поучаствовали в кулинарном поединке от ГИБДД. В мартовском конкурсе принимали участие женщины и дети. Так Надежда со своим внуком пять часов готовили медовый светофор. Такое название не дали конкурсному торту. Малыш помогал бабушке замешивать тесто и украшать лакомство. У нас был рецепт медового тортика и использовали печеньки чокопай. Размешали мы краски, приготовили крем разных цветов, зеленый, желтый, красный. И замешали на основе белкового крема, сделали разные цвета. Цвета мы еще раз повторяли, потому что ребенку четыре года. И правила дорожного движения повторяли. Что вы приготовили на конкурс? Толтик. В чем он был украшен? Светофор. Светофор. А какие цвета у светофора, ты знаешь? Скажи, какие у него цвета? Зеленый. Зеленый. Красный. Классный. Желтый. Золотый. Для конкурса нужно было приготовить любое блюдо и украсить атрибутикой правил дорожного движения. Затем с 1 по 15 марта свои работы участники выкладывали в соцсети с хэштегами 8 марта Копейск и ГИБДД Копейск. Придумывали с детишками вместе дизайн, искали в интернете. Там картинки на тему дорожного движения, там знаки. Сам он весь яркий, зеленый. Чем ты помогал в приготовлении этого торта? Сбивал. Тесто делал. Тесто делал. Всего было приготовлено 37 кулинарных шедевров. Для участия женщинам и детям нужно было соблюсти несколько условий конкурса. Должно было быть обязательно видео, в котором участвовали и дети, и взрослые. То есть совместная работа по изготовлению кулинарных шедевров должны быть подписчиками нашей группы. То есть видеоролик должен был предлагаться в нашу группу ГИБДД Копейска за безопасность на дорогах, а также в нашей группе в Инстаграм. В этом учебном году Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма решил активизировать работу с родителями. Поэтому проводили конкурсы для детей и взрослых ко Дню матери на 23 февраля и 8 марта. Последний конкурс предложили провести инспекторы ГИБДД. Мы согласились, очень много участников. Очень порадовало то, что родители заинтересованы в этих конкурсах, особенно дошкольники. Среди всех работ выделили 16 призеров. Их наградили грамотами и сладкими подарками.